Скоро Новый год. Закончился 2023. Год непростой, как и многие годы предыдущие. И поэтому, подводя итог, мы первое, что говорим, первое, что нам приходит на сердце, это благодарность. Благодарность, что те, кого мы любим, они с нами. И благодарность за то, что те, кого мы любим, они ушли к Богу, чтобы протоптать для нас дорожку и ходатайствовать перед лицом Всевышнего, а нас, оставшихся здесь на земле. Благодарность за то, что мы до сих пор в вере, до сих пор в своей стране, до сих пор говорим на своем языке и молимся о своем Богу. Благодарность за то, что у нас есть церковь и вера, есть хлеб, есть питье, есть дети, и они улыбаются. Человек должен понять, что путь к Богу начинается с того, что он благодарит его за то, что есть, за то, что дано доброго и хорошего. Нам никогда не научиться благодарить Бога за скорби и за трудности, если мы не научились благодарить его за дары реальные, ощутимые, оцененные, понятые. Как говорит 49-й псалмом, вот путь, на котором я явлю спасение. Это путь благодарности. И мы будем служить, естественно, благодарственную молебен 1 января и смотреть радостно в грядущее. Радостно, потому что в грядущем нас тоже ждет наш Бог. Мы и грядущий год проживем со Христом и во Христе, потому что Он обещал я с вами до скончания век. И потому мы смотрим не со страхом и не с тревогой, нас все равно ждет встреча с Ним в скорбях или в радости, в смерти или в жизни. В рождении нового ребенка, у колыбели которой мы встанем, как над яслими и фельемскими, или погребение дорогого человека, который в смерти своей встречается со Христом и утверждает своей смертью, что воистину Христос эту смерть победил. Мы смотрим в будущее и молимся Богу, чтобы Он благословил и этот грядущий год и наполнил Его смыслом, благодатью, дарами, уроками, назиданием, благодатью, утешением, наполнил всем тем, без чего жизнь человека и жизнь верующего в Него невозможна. И пусть у каждого в доме прибавится тепла и радости, любви и света, мира и тишины, благ небесных, благ земных, чтобы мы, охватывая все это сердцем и взором, видели, ощущали, переживали заботу нашего Бога и восходили от веры к вере, от благодати к благодати.